Именно из-за того вида, который ты снял, я сегодня приехал. Вот объясни мне, в чем была суть твоего ролика, хотя я тебя не оскорбил, не унизил. Я тебе так скажу, что я думал, что ты нормальный пацан, но советую тебе сегодня за ночь, короче, к своей огромной башке привязать подушку к затылку, потому что ты, по ходу, пойдешь завтра на наши совместные тренировки. Поэтому давай, мальчик, отвечай за свои слова. Всем привет, с вами Евгений Морят, YouTube-канал Putemania. Не могу не отметить аномально теплую погоду в Москве. Такой погоды давно уже не было. Недавно мы провели спарринг с Асхабом Тамаевым, на уважении все было. Потренировались, немножко побоксировали, ну, само собой, на уважении. Ну, у Асхаба скоро бой, ему советую больше тренироваться. Там все-таки бои на голых кулаках, не шутка. Там на одном уважении не вывезешь, надо еще и тренироваться. Друзья, я решил послушать совет Макса и попробовать на себе продукт, от которого получил реальный эффект. Артурон Аджелос помог мне с восстановлением после травм и боев. Артурон – это тестобустер природного происхождения. Он повышает уровень естественного тестостерона. Он обеспечивает рост мышечной массы, а также значительно помогает с восстановлением после травм. И самое главное, что от него не возникает никаких побочных эффектов. А джентльменам после 40 Артурон помогает в улучшении мужской силы. Для всех, кто заинтересовался Артуроном, ссылка в описании под видео. А, здорово. Смотри, ну именно из-за того вида, который ты снял, я сегодня приехал. Многие подписчики просили, и мне скидывали твое видео, которое ты мне ответку снял. Вот объясни мне, в чем была суть твоего ролика, хотя я тебя не оскорбил, не унизил. Просто сказал, что ты отказался бы побороться, и ввиду того, что у тебя был скоро бой с пулеметчиком, и кто-то боится получить травму. Ты подушку взял с собой? Нет, подушку я сегодня взял. Это очень плохо, потому что ты уже пришел сюда, тебе понадобится подушка обязательно. Ну смотри, я пришел в Москву, в твой зал боксерский, чтобы побороть тебя, вашего боксера. То есть я пришел, грубо говоря, побороть боксеров и наказать их в борьбе. Ну, при всем желании, это боксерский зал, мы обязательно когда-нибудь поборемся, сегодня тебе нужна будет подушка. Я проведу бой с пулеметчиком, и после этого вы можете ожидать наш спарринг, комплексный, плотный спарринг по ММА. Ну, не то, что спарринг, можно даже провести бой на фаркторе. Насчет боя я ничего сейчас не могу сказать, потому что мы сейчас с тренером строим, выстраиваем план действий, и после этого боя, как все сложится с этой ситуацией, с пандемией, возможно, кидаю спойлер, возможно, мы просто уедем из России. Я тебя понял. Поэтому это, ну, а вот именно, допустим, мы можем провести боевой спарринг, короче, да, допустим, комплексный боевой спарринг, это будет очень интересно, просто, допустим, не официально, просто зарубимся, короче, по ММА в экипировке. Без проблем, без проблем. Хорошо, тогда я пришел в твой зал, сегодня тогда ты мне пока что по боксу, побоксируем, чуть поспаррингуемся. Расслабься, расслабься, перекройся. Расслабься. Расслабься. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Асхаб, ты в своем крайнем видеоролике на своем YouTube-канале нелестно обо мне отозвался, о том, как мы с тобой попереписывались. Выставил меня в не лучшем свете. Я с тобой лично пообщался как спортсмен со спортсменом. все тебе объяснил там, но ты меня выставил в таком свете, да, и я сначала не понял твой вчерашний звонок, когда ты мне позвонил и сказал там, Женя, я там что-то для хайпа сказал, не для хайпа, короче, там, туда-сюда, давай с тобой еще, ну, все-таки потренируемся. Я тебе на что сказал, что мы с тобой будем тренироваться, да, назначил тебе тренировку на завтра, и я тебе так скажу, что я думал, что ты нормальный пацан, но советую тебе сегодня за ночь, короче, к своей огромной башке привязать подушку, к затылку, потому что ты, по ходу, пойдешь завтра на наши совместные тренировки, поэтому давай, мальчик, отвечай за свои слова. Но где именно тебе не понравилось, что я сказал? Мне не понравилась манера, именно вот манера, в которой ты преподнес мой отказ от тренировки, мне она не понравилась. Предложил сняться тебе и моряку. Я моряку предложил побороться, поспарринговаться, он сказал, что не может бороться, а спера мы согласились, все было четко, все было нормально, но когда дело дошло до съемок, моряк мне написал, что он бороться не может, можешь дать чистое интервью. Можешь побоялся, что я его поборю? Забудь. Забудь, да, про это? Забудь. Моряк, забудь. Понятно. Моряк, я не знаю, почему ты отказался побороться, надеюсь, после боя с пулеметчиком мы поборемся. Как это поделить подушкой? Я к тебе предложил побороться. Да. Вот, на что я сказал, что я понимаю, что в борьбе как бы она может быть намного сильнее, чем ты, а ты в боксе. Я тебе даже так скажу, что ты не намного сильнее, я как бы борьбой вообще никогда не занимался. То же самое, то же самое. На исключение пары раз. Знаешь, какая ситуация? Я занимался борьбой год. Боксом никогда не увлекался, никогда не, даже когда боксировал, мне это интерес, у меня это не получает. Я не знаю, как это, ну, не умею, не получается у меня. И поэтому я сказал, мы аккуратно поборемся, и я на себя беру ответственность, что не будет никаких травм аккуратно. То есть я не собираюсь, если ты смотрел мои выпуски, я каждым своим гостем обращаюсь, а как бы вежливо, и даже с тобой, я хотел уже, уже две недели я стараюсь с тобой снять. Да, 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 это прям правда, он прям звонит, звонит, я ему в другой раз говорю, асхаптор, лози уже. Я ему раз в семь набирал, много что предлагал, короче, и в конце концов, вот так у нас получилось. И насчет борьбы, я понимаю, для тебя это неудобно, то же самое для меня, что с тобой боксировать. Я понимаю, у тебя были бои с пулеметчиком, Мариф, Пираев, и куда мне в стойке до таких бойцов, вот, так что для меня то же самое, я вообще ничего не умею. По ММА еще, да, я что-то могу, потому что борьба у меня более-менее, как бы, нормальная для новичка, потому что я могу ответить. Вот поэтому я советую, у меня просто даже тело не готово, допустим, к каким-то схваткам, я, например, вот мы с друзьями боремся, да, там, просто вот с друзьями, там, раз, два, три. Я после этого всего понимаю, что у меня вот под лопаткой, вот где-то вот в этих местах, вот, да, вот, вот в этих местах у меня прям идет жесткий спазм, и у меня потом болит прям вот спина из-за того, что я даже элементарно пытаюсь побороться, потому что я никогда не боролся. А вот сейчас, вот так как ты пришел, вот, у нас тут есть где побороться, вот есть маты, но я тебе просто советую, так как у тебя бой будет именно... На голых кулаках? На голых кулаках, это максимально приближенный бокс. Нет, знаешь, что я что-то, это я понимаю. Тренировочную, вот, именно в тренировочном процессе... Я продолжаю готовиться к бою, скоро будут новости. С уважением, подписчикам, Евгений Моряк. Друзья, Bodymania запустила свою линейку футболок, а именно Bodymania, мясорубка, все это продается на Wildress. Футболки отшиваются в России, ни в каком, ни в Китае. 100% хлопок, качественная шелкография, вы сами можете заказать, убедиться. Футболки стоят всего лишь 600 рублей, с 10% скидкой на Wildberries. Ныряйте по ссылке в описании, заказывайте, щупайте, трогайте, проверяйте качество. Также оставляйте комментарии, какие модели вы еще хотели бы увидеть у Bodymania. Субтитры сделал DimaTorzok